Первый северокавказский фестиваль национальной гармонии Пандер УАЗ прошел в Магасе. Он был организован национальной телерадиокомпанией Ингушетия и Центром культурного развития. Звуки народного инструмента заполнили зал мгновенно. Судьба предков, эмоции ныне живущих почитателей фольклора, все это чувствовалось без лишних слов. В числе зрителей был и глава субъекта. Надо Мережков расскажет. Народное творчество во все времена ценилось людьми, а мастерство музыканта и его виртуозная игра восхищали. Наигрыши позволяют гармонисту выразить настроение произведения и передать свои чувства зрителям. В Центре культурного развития сегодня звучат старинные мотивы. Зал замирает. Эти напевы переносят зрителя на несколько веков назад, в то время, когда национальная гармонь сопровождала человека в самые разные минуты жизни. И в горе, как говорится, и в радости. Но без музыканта это просто инструмент. Делятся артисты по-настоящему и неповторимой. Игра становится только там, где с трепетом относятся к своей культуре. Сохранить ее обязаны и мы. Это как раз и есть одна из целей проведения фестиваля Пандер Уаз. Сегодня очень приятно, что проходит сегодня фестиваль искусств гармонистов Северного Кавказа. Что все гармонисты сегодня присутствуют почти здесь, в этом зале. Мне еще раз хочется сказать спасибо организаторам этого мероприятия. Это помогает нам консолидировать все народы Северного Кавказа, быть едиными, быть всегда друг с другом, чувствовать локоть дружбы. Здесь на фестиваль-концерте национальной гармонии Пандер Уаз собрались десятки звезд кавказской эстрады. Певица Одиса из Кабардино-Балкарии восхищена организацией мероприятия, коллективом артистов и их исполнением, да и просто происходящим вокруг. Я уже здесь не первый раз и с огромным удовольствием, когда меня приглашают, я приезжаю сюда, встречаю здесь замечательных людей, коллег, друзей, подруг. Мне здесь очень нравится. Зажигательные песни сменяются мелодичными напевами. Живые и настолько разные по характеру выступления артистов, несмотря на все оттенки, доказывают – музыка одна. С творчеством музыкантов переплетается культура народов, вспоминается давнее прошлое, чтобы оживиться по-новому благодаря известным кавказским гармонистам. Выступления Фатимы Гагиевой, Денис Сатабаева, Марата Акаева и Микаила Костоева. Тому подтверждение. Фестиваль-концерт «Пандер УАЗ» – это совместный проект НТРК Ингушетия и Центра культурного развития. Судя по эмоциям, фестиваль народной гармонии пришелся по душе всем ценителям творчества, в числе которых и глава региона. Махмуд Али Калиматов озвучил идею собравшимся расширить мероприятия, чтобы проходили конкурс фестивалей народных инструментов, при том ежегодно. Вот сейчас слушаю и прям не хочется уходить. Настолько это прекрасно. Конечно, для этого концерта в будущем те пожелания, которые мы должны реализовать в жизни – это филармония. Вопрос в том, что как-то идеи есть у Тимура Зайтова. Он высказывал еще расширить это мероприятие, и у нас, чтобы конкурс проходил народных инструментов России. И конкурс или фестиваль тоже. Понимаете, мы на музыке понимаем все друг друга. Ведь как муза заиграла, вот сейчас различить. Я, конечно, не профессионал, профессионально, наверное, разбирается. Там абхазская, карачаи-черкесская мелодия. Оттенки есть, но картина одна. Мы большой, добрый Кавказ. Мы, мол, Ашер, Аллахач, все равно переплетаются ноты. И это приятно слушать. И, естественно, приятно видеть артистов. И настолько задорно, профессионально. Я думаю, на это надо развивать. Горы и леса, бурная аса, журчание, терека и чистые луга в предгорьях Кавказа в песнях артистов предстают как свидетели исторических процессов, которые ликуют и печалятся вместе с их обитателями. Фестиваль-конкурс «Пандер УАЗ» проводится в регионе впервые. И на радость ценителям творчества гармонистов планируется проводить ежегодно. Цель – сохранить для будущих потомков культурную особенность нашего края, передать ее в первозданном виде. Мы, в принципе, затеивали это мероприятие для того, чтобы пропагандировать нашу гармонию народную. Потому что мы считаем, что потихонечку, с годами мы утрачиваем интерес к этому инструменту. Его забывать нельзя. Все участники концерт-фестиваля получили дипломы и книги. Гармонистам также вручили изготовленные специально для этого статуэтки. Фестиваль народной гармонии «Пандер УАЗ» планирует стать ежегодным культурным достоянием региона и всего Кавказа. Ну а для тех, кто только связывает свою жизнь со сценой, это бесценный опыт знакомства и общения с известными артистами. Адамир Ишков, Асхабила Киев. Новости 24.